Всем доброй, ранец! Сейчас здесь часа утра, я, конечно, уже часа... Ой, часа два, да, часа два не сплю. Разбудила меня мама с вами сообщением, срочно позвони. Позвонила, отругала, что я не звоню в... Минздрав, короче. Не узнал по поводу больницы, по поводу того, что мне вообще делать со спиной, и что мне делать, если меня закроют больничный. Надо как-то просыпаться и позвонить туда, узнать, что да как. Пока планов на день никаких. Слышу, Яромерчик с Лерой проснулись. Я не понял, а кого-то здесь замуровали. Яромерчик, что ты делаешь? Манеж как будто капризит, а тут необычное место, и мы очень неповыдны. Что ты тут делаешь? Мама посадила тебя в кроватку твою? И как тебе? Ну, с ней не особо знаком. Короче, все мои проснулись. Лера, что-то тут режет, не пойми что. Яромерчик, вон. Сиди. Какие у нас сегодня планы? Никаких, как обычно. Вот я про то же. Влог будет, как обычно, ни о чем. Опять выйдем и вернемся домой. Вот, карантин у нас такой. Я уже зрителям сказал, тебе не говорил, мне всем позвонила... Позвонила мама, короче. Ой, так ты рад. Сказала, чтобы я был на Минздрав. Да. Ну вот, надо будет позвонить. Мама говорит, у тебя зуб нового вылез. Да. А ты не признаешься? Я на фиолетовую. Вот так ты умеешь болтать кроватку эту. А потом будут клыки. Вот клыки может быть уже... Ну, он вообще не чувствует. Как ногти растут, а к зубу у него. Попытался я позвонить на горячую линию Минздрава. Что я могу ему сказать? Сначала было дико заняться, но что неудивительно, а теперь они просто недоступны. Вот такие вот делобосы. Может быть, еще сегодня напишем письмо им на почту. Ну, просто, чтобы висело. Но вопрос надо как-то решать. Такие вот делобосики. Достать тебя? Как тебе проходит карантин? У тебя спрашивают. У меня? У меня карантин в 2-5. На карантине. Я надеюсь, у нас в Беларуси много таких людей, которые не ходят в магазине. Ты что, покричать? Эй, ты мой хороший. Мы целые днями. Мы просыпаемся. У нас такой распорядок. Мы просыпаемся. Выходим с Миромирщем гулять. Где-то часик-полтора. Отходим на 2 метра от всех людей и ругаемся на них, потому что они от нас не отходят. Ну вот. Возвращаемся домой. У меня как раз тогда в то время отпускают безбаливающие. Я иду, ложусь, а Лера тут тусуется. И вот так вот каждый день. Ну, в принципе, мой день вообще ни капелька не отличается от того, что это происходило раньше. Ну, мой 50-50. У меня еще проблема в том, что я хожу плоховато. Ну да. Ну что я? Я все нахожу. Хорошее настроение ты сегодня? Мои там начали кушать. Короче. прошлое видео я вам снимал позавчера. То есть, когда мы с Лирой ходили и снимали ее последний день недели чтения. И помните, у нас было солнышко плюс 10 на улице, а вчера у нас выпал опять снег. И было минус 8 или минус 6. Короче, был холод. То есть, вы представляете, как у нас погода прыгает с плюс 12 до минус 6. Сейчас посмотрим. Я еще не знаю. У меня вон эти жалюзи закрыты. Посмотрим, что там сейчас по погоде. Вроде солнышко есть, но что на улице творится, я не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, что могу вам сказать? Вроде солнышко, но такой ветерок прохладный есть. Ребятушки, тут у нас для нас с Лирой небольшой подарок пришел от вас. А точнее, от подписчика. Его зовут Никита. Он написал мне просто ВКонтакте, сказал, ребята, у меня для вас сюрприз. И он нам прислал шапки для наших... Шапки, короче, оформление для наших каналов. Вот. Я где-нибудь сюда же выложу. Никита, огромное тебе спасибо. Это потрясающие шапки. Никита сделал шапку для моего канала, для канала Леры и для моей группы ВКонтакте, барахолки моей. Вот. Потрясающие шапки. Думаю, вы их уже заметили и так на канале, потому что мы, скорее всего, поставили. Вот. Шапки потрясающие. Никита, тебе огромное спасибо. Да, ребята, давайте поддержим, что ли, Никиту. Я знаю, что у него есть группа, где он разрабатывает всякие такие дизайнерские штуки, всякие визитки, баннеры, аватарки, логотипы. Короче, вот все-все-все то, что мы с Лерой точно не умеем делать, вот, делает Никита. Ну и давайте сделаем обратный ему сюрприз и подпишемся на его группу. Я, в принципе, оставлю ссылочку в описании. Ну а то, что сделал какую красоту для нас, вы можете посмотреть на наших каналах и в моей группе. И я, в принципе, сюда еще прикреплю. Вот. Никита, огромное тебе спасибо. Я знаю, что ты делал это для нас просто так, но хочу тебя тоже поддержать. И, ребята, кому надо, пользуйтесь и подписывайтесь на группу ВКонтакте. Самый мутительный момент, когда Лера одевает яромерчика, я уже стою на коридоре, он одетый. Это очень тяжело. Вышли мы с яромерчиком на улицу. Погода на улице пока не понятна. Есть какой-то ветерок, будем ждать Леру. Похожу, покручу, послушаю пока аудиокниги. Кто забыл, слушаю я сейчас дневной, ночной дозор. Вот. Машин сзади вроде как нету. Хочется послушать. Зашло, он не хорошо зашел, но слушаю только на улицу, вот когда Леру жду, либо когда пойду один с яромерчиком гулять, когда Лера будет снимать для вас видосики. Вроде как она планирует на следующей неделе засесть, что для вас заснять. Вот. Ну, я знаю, что просто не буду спойлерить. Буду держать интригу. Ну, потерпи, солнце, знаю. Потерпите, молодой человек. Надутый какой. Яромер. 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 Сынка. Сына. Ты будешь игнорировать папу? Сынок. Сына. Ну, я сын. Сынок занят. Короче, я пытался вам записать один без Леры, рассказать, что я сейчас читаю. Ну, я вообще-то вчера вам рассказывал, просто не рассказывал, что это конкретно для тех, кто вообще не знает. Вот. Попытался, не получилось, потому что начала рукомерзнуть, я начал сбиваться. Ну, мастерски умея описывать книги. Короче, расскажу вам про это, как его? «Ночной дозор». Вот. Это городской фэнтези. Лера мне будет помогать. Я же не буду, я очень плохо помню. Я только помню, что очень нравится Жанна Фриске. Жанна Фриске, но это уже не в «Ночном дозоре», это потом дальше она будет. Это фильмах. Вот. Я же по этим книгам два или три фильма. Два вроде. Вот. «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Короче. Я, по-моему, вообще, может, только «Дневной» смотрела. Там где они же... Не, я помню. «Дневной» вроде, да. Жанна была в «Дневном». Не, не, я же помню про «Дневной дозор». Хотя, может, я оба смотрела. Я оба смотрела. Ну, оба смотрела. Вот. Вроде во втором не было городецкого, а в первом... Или был. Точнее, да. Короче, не важно. Мы сейчас говорим о книге. Короче. «Ночной дозор». Вот. Всем выйти из сумрака. Вот. Ладно, короче. Суть в чем. На тот момент, Сергей Лукьяненко писал, это было, типа, наше время. Я не знаю, там год какой-то. 2010 какой-нибудь, наверное, да? Короче, то время, когда в метро еще не ловили телефоны. То есть... Хотя у нас пару лет назад не ловило. Вот. Ну, короче, какого-то там... С 2006 по 2010, 2012 какой-то. Какой-то такой вот год. Москва. Обычный мир. Вот. Где живут обычные люди. Но параллельно с людьми живут различные фантастические твари. Типа там вампиры, колдуны, ведьмы. Но они скрываются, как бы, от мира всего. Вот. Ну, от обычных людей не скрываются. И у них есть свои законы. То есть... Ну, какие-то правила, законы, по которым они живут. Есть дневной дозор, есть ночной дозор. Дневной дозор, как я понял, контролирует, как бы, правопорядок. Ночной дозор, я не знаю, что делать. В книге узнаем попозже. Но я просто помню, что он был. Вот. Он тоже что-то контролирует. Вот. Короче, такие вот делобосы. Сначала же ночной дозор, а потом дневной. Да. А, нет, вроде в первой тоже. Дневной дозор появится вроде и в первой. Какой книг называется? Ночной дозор. А потом дневной, вторая книга, да? Ну, вроде да. Там вроде кучу книг, штук шесть или семь. Ну, вообще, это как бы сначала. Ночной дозор, да, типа. Вот. Короче, это, скажем, такая, как полиция мира, ведьм, колтунов, вампиров. Колтунов. Колтунов и колтунов тоже. Вот. Если что-то случается, выезжают вот эти вот колтуны, да, колтуны, колдуны, и решают вопросы. Вот. Я фэнтези не очень люблю. И городское. Человек, который мне в каждом моем видео говорит, читай Ведьмака. Ну, Ведьмака люблю. Вот. А городское фэнтези, просто большая часть городского фэнтези, которую я знаю, это в основном про девочку или про мальчика не такого, как все, которые... Это он сейчас про орудие смерти. Да, да, да. Который внезапно оказывается тем самым, который попадает... Ты же не читал, он может тебе книга понравится. Я фильм смотрел, я их заснул. Вот. Короче, да, городское фэнтези для меня такой вот. Либо-либо-либо мальчик, который такой очень крутой, попадает в какую-то банду, а потом кажется, что он такой же крутой, как и эта банда, и он потом... Все сильные, он имеет мега удар, и он самый сильный, и он спасет мир от всего. Вот. И обязательно... Подожди. Это же берутся люди, которые спасают мир от всего. Подожди, подожди. И самое главное, влюбиться девочка в самого красивого из той банды, и мальчик влюбится в самую красивую из той банды. Вот. А еще, знаешь, из банды он может быть типа, самый красивый, но в то же время такой, самый такой, типа, дерзкий, злой. Да, дерзкий, он обязательно курит. Ну, это не факт, типа, но такой. Как бы это важно. Он может быть очень слащан, может быть. Он должен обязательно это... Немально по жизни обязательно с душевной травмой. А, чтобы она пожалела его поначалу. Чтобы он не подпускал никого к себе, она единственная, кого она... Ну, Лера лучше знает. как бы, для меня вот такой городской фэнтези, вроде как, ночной дозор от этого отличается. Я вообще, как бы... Ну, он совсем отличается. То есть, там такого не будет. Наш герой просто алкаш, как обычно. Кстати, в фильме его играет Хабенский, и Хабенский мне нравится. Вот он все время алкашей каких-то играет по большей части. Вот. Он тоже не такой, как и все, просто он алкаш. Костя. Костя, это будет в дневном дозоре. Это вампирионыш мой. Вампирионыш с Жанной Фриской. Вот, что ты, с куда мне это имя вообще всплыла? Почему Костя? Я вспомнила. Там много, кстати, актеров. Его в жизни, или актер Костя? А, я не знаю, как его в жизни, кстати, зовут. Какой-нибудь Петр, наверное. Все же актеры Петры. Так вот. Да, так, кстати, много хороших актеров. Там снимается Хабенский, Жанна Фриск. Ну, не хороших актеров, а просто таких, как бы, знаменитостей. Муми-тролль там снимается. Вот этот Костя. Не помню, какую там фамилию. Ну, поймете, короче. Там много-много классных актеров. Яраберчик почему-то улыбается, что-то нравится, что я говорю. И он фонари. А, и он фонари. А, он фонари. Смотри, думаешь, что он улыбил? Думал, папе радуется. Короче, ядер хреново объяснил, и все, у кого было желание почитать «Ночной дозор». Там у нас, вон, альпинист. А там чувак перелазил через забор. Короче, все, кто, наверное, хотел почитать после моего описания, перехотели читать? Нет, на самом деле, я тоже смотрела, и мне очень понравилось. И еще раз с Лерой шли, и мы вспоминали вообще, там то, что начало отличается от начала фильма, и мы с Лерой начали рассуждать. Я не буду сейчас что-то сказать. что мы начали рассуждать, и как-то вроде как пришли к концовке, что почему, и какие замуты, но это не точно. Я шипырила фриски с Костей. Мы сами, сами, сами. Зачем было шипырить, если они и так были вместе? Ну, вырежи, это спойлер. Нет, не были вместе. У меня уже как-то умирает. И мне так грустно, так стреляло, я хотела, чтобы в следующем кто-то возродился. Я не помню, это было или не было. Короче, там трагично. Короче, это не точно, потому что я такого не помню. Это Лера что-то. Я говорю, у нас разные понятия. что у меня какое-то горе было в душе, что они, нет, у них точно, либо там заканчивается фильм, когда они еще не вместе, а я вот и ждала, это выслушает книги, они вместе. Ну, что-то там у них было. Это, например, моя мама. Короче, моя мама пришла, я сериал «Викинги» смотрю, она пришла такая, говорит, ну вот я досмотрела сериал «Викинги», такая, ну и как тебе? И она давай мне все, говорит, кто умер. Все спойлеры. Говорит, ну тот-то умер, этот умер, этот умер, ну вот пока непонятно. Все. Я такой, спасибо вам, отлично, я уже, я сейчас отложил, я сейчас как-то сериалы, на картине сейчас смотрю молодежку. Кстати, «Молодежка» это один, наверное, из пяти сериалов, которые я могу смотреть русских. Я вообще русские сериалы. Даже мне нравится, я русский вообще. Он очень легкий такой, потому что «Молодежка» это про, кто не знает, хоккейную команду, ну, молодежную команду и просто такая вот, она что-то, возможно, что-то напомнит всяких кадетств какой-нибудь, знаете, именно в плане, что там коллектив такой. Гораздо лучше, чем «Коллектив». Это понятно, да-да-да, это понятно, это миллион раз лучше. Просто, что она будет как бы все действия проходить в команде. Ну нет, там вообще ни капелька не похоже, даже ни атмосферы. Я именно в плане того, что там коллектив в одном месте. Сейчас людей это, в поддержке заблуждения, что они не похожи. Мальчишки, кадеты. Там, нет, есть же русское, наверное, оно как бы очень с такой... У меня уже похоже, у меня похоже. Типа маленький коллектив, ну или большой коллектив. Типа какое-то место, типа... А, вообще другое, спортивное, короче, стоит смотреть. Кадетство они, не смотрите, ну или кто смотрел, а я его смотрел, как-то, у меня раньше помню, он нормально заходил. Ну, это да. Молодежка, это вот один из нескольких, что мне нравится. Я его как-то не смотрел дольше вперед, я сейчас последний сезон смотрю. И мне очень нравилось его. Вот, и мне, да, это все нормально. А еще посмотрите фильм «Географ Глобус Пропил». Это с Хабенским, да. Он такой, и то, что я ненавижу вообще фильмов, книгах, такая, знаете, русская атмосфера, ну именно такой, Россия, такой прям вот... И Хабенский опять алкаш. Самый такой глубинкий, самый такой плохой, но там так уютно. Если вы хотите посмотреть с Хабенским что-нибудь классное, посмотрите, как этот сериал называется? Метод. Метод. Посмотрите Метод, вот, да. Он там тоже опять алкаш, но это не важно. То есть Хабенский, наверное, из 10 фильмов в одном не алкаш. И то, и то, наверное, просто выпивают, да. Или бывший алкаш, да, или на алкоголе заработал. Короче, посмотрите, Метод, посмотрите, это сериал, да. Там как бы серии, есть обычная линия, это как бы триллер-детектив. Он такой, удивительно, что он такой, не мрачновательный, такой жесткий. это Словочка шикарная. Жесткий, а вроде второй сезон есть. Это начало второго сезона, как бы, о-о-о. Вот, короче, посмотрите, вот, если хотите, Хабенский, посмотрите, смотрите Метод. Вот, все же сейчас на карантине все сидят, поэтому, есть время посмотреть. Вот, а я, может быть, молодежку смотрю, хотя там по 50 серий в сезоне, поэтому, я думаю, я знаком с серией 12-й, поэтому, я, наверное, до Метода не дойду второго сезона. Я уже даже не помню, что было. Где, в Методе? Я помню. Нет, я помню, более-менее, ну, так вот, я бы еще раз переставляю, там еще Петровский снимается. Да, я помню, Петров. И Петров. Да, не важно. И там, это главная актриса. Тоже опять играет, ну, понятно, про, такой детективный триллер. Да, прикольно. Нам понравилось, мы помним, мы, все 12 серий, мы его залпов сели как-то с Лерой, и мы, наверное, а, не знаю, а, не знаю, а, Саша моя. Мы просто сели и за дня два, за два вечера просто весь сериал посмотрели, что было. Да, да, очень нам нравилось. Ну, вот, мы как-то залпом сели и всего смотрели, да. Такую молодежку, что-то так же смотрели, прям, прям, ты пересматривала тогда, я смотрела. Я пересматривала, сейчас я решил, тоже первую серию смотрел, последнего сезона, но решил пересмотреть заново и смотрю. Очень приятно, ну и посмотрите ночной динозор, мог бы вам тоже понравиться. Я хочу почитать Географ Глобус Пропил, но говорят, что Гусемёк упраздновали название, но говорят, что гораздо хуже, чем фильм. Да? Вот очень странно, все говорят, что фильм гораздо лучше. Ну, так часто бывает. Мне так фильм понравился, потому что я думаю, что он может... Мы как-то фильм, да, посмотрели. Ну, тут еще, я говорю, тут еще и роль актеров играет большая. Да, так вот именно потому, что я посмотрела, я думаю, может... Сам приятно, что сейчас ветер идет, я даже не закрывал, поэтому... Нет, оно все время, потому что это все время вообще из-за этого не мешает. Ну, возможно, сегодня будет мешать. Да? Скажи, да, 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 да. И понял Антоха, что поступил плохо и что развела его колдунья как лоха. Но сила иного. Антоха, он в Зоре, а значит, он будет работать до Зори. И треснул мирно, попал вон. Контент, который все заслужили. Кто знает эту песню? Не петь? Не петь? Пап, я это еду, а сейчас петь. Мы с Лерой уже несколько дней эту песню напеваем. Что-то заел у нас. Да, и последняя новость. У Яромерчика вылез пятый зуб. Ох, такой ты надутый. Пап, зачем ты это рассказал? Вот такой ты. Расскажи про свой зуб. Как у тебя с пятым зубом ощущения? Вот так. Показал все зубы. Все четыре показал. Не видел еще. Один ближайший мусор. Ну, сегодня попрохладней. Будний день. Людей на улице нема. Пойдем покружим по речке, посмотрим. Хотя я вижу там всякие мамы, мамки с детьми. Он ходит, в принципе, некоторым на скамейчках сидят. У нас, кстати, если что, в Беларуси людям плевать на карантин, на всякое это. У нас люди где угодно ходят. У нас, да, и у нас, если что, нет карантина, нам не уводили. У нас, представьте, на карантин, обо всем плевать. Вот понимаете, представьте себе картину. Даже вот, ну, нет карантина. Вы не видите, что реально болезнь. Вы такие вот, окей. Вы с детьми идите на площадку, и там куча турников. Да, вы пучает. И там же бегают, детки за это хватаются, и все, и в рот они штянутся, и все, и маленькие. И всем плевать. Даже если вы не верите во все эти вирусы, есть же такие люди. Нет, ну это вообще идиотов не берем, которые вообще умственные основы, мы их не берем. Да, хотя бы просто ограничьтесь. Ограничьтесь хоть минимально. Какая разница? На время ограничьте себя вот. Почему? Я не знаю, мы же не ходим, мы не то, что мы как бы не трогаем вообще ничего. То есть, настолько даже, ну, даже дерево страшное. Мы не так, что мы прям паникуем, мы просто ничего. Нет, мы просто никаких портим, вообще ничего. Людям. Наплевать. Вообще. Вообще, просто как будто бы все хорошо. А у меня минусы, я еще по поликлиникам хожу иногда. Да, то есть, ну... Ну, сейчас говорю, хорошо, что в поликлиниках сейчас стариков большую часть перевели на домашние, типа, и в поликлинике только если экстренные. Ну, так, по крайней мере, говорят. Ну, конечно, мы не трогаем, как бы ничего. Да. Сейчас сервизуем потом. Ну, это тоже. Ну, как бы, это вынуждено, что Женя иначе все никак. Потому что в Беларуси не собираются ничего такого. Я не знаю, почему не хотят и все. Ладно, ну, люди же сами должны соображать, что надо ухаживать за собой. Ну, нет, у нас вон, там где-то, где делаю, у нас Аберева собираются кучками. Не знаю, я на скамеях можно сидеть, спокойно все там трогать и все. Я знаю, что у меня в Инстаграме куча знакомых, они там собираются, каждый раз ходят там, бухают и так далее. Да, в бары ходят, да. На шашлыки и так далее. Типа, то есть... У нас открыты бары, кафе, все открыто. А так у нас все, у нас ничего не закрыто. И все ходят? Да. В кофейне, бары, ну, что? Всем наплевать. Это Полина, кстати, которая брызла, рассказывала картину. Стоит на... Ну, там уже карантин в России, хотя бы уже, может, ну, люди карантин пугают? Нет, похоже. Говорит, вышла на улицу, девушка без маски, без перчаток нажала переход на этот, ну, для перехода, и начала ну, ногти после этого грызть. Просто... Ну, этот человек уже на автомате не задумывается. У меня тоже проблемы, мои ногти грызут, но не сейчас. Не, ну, скажи, никогда ты потрогала, там, ну, мы не трогаем, тем более. Да на, рукой спокойно. Ну, ты говоришь, хорошо, мы еще не видим, и мы, возможно, бары... Сейчас везде пишут, что люди уже, и метро мало их, а то мы видим, как люди у нас подваливаются... У нас конечное, и эти... Чем метро отличается? Это страшно. И у нас здесь еще общежитие этих приезжих всяких. Откуда, кстати, забирали человека с вирусом. Вот, и тут с метро людей знатно вываливает. Огромное количество без масок. Ну, я их оправдую это студентки, что им еще делать, по сути? Ну, я не знаю, велосипед. Ну, Минск тоже не... У нас не очень предназначен для велосипедов. Не важно. Бордюров больше, чем чего. Полейные тоже. У нас... Минск вообще не предназначен вообще для людей, поэтому... Не, ну, к плане того, что не знаю, ну... Надо как-то покручивать. Ругается Яра Мирчик. Ругается, с крышей классно. Мне было проще. Конечно, солнце. Ну, вот, смотрите. Вот про это, я говорила, что скачается. Ну, вот, на всем у моряки стоят, он качается. Ну, тем прохладнее. Вчера, в прошлом, было побольше людей. Решили мы с этой... с нашей речки уйти. Свернули на такой тут какой-то такой лесопарк, я не знаю, как назвать еще по-другому. Думаю, людей будет народу меньше, хотя нет. Тут относительно меньше, но все равно люди ходят. Между ними больше. Хотя, да, там уже в этом нашем... Совсем. На дорожке наши народы куча тьма, они прям идут толпами. Я не знаю, тут они не идут. Короче, смотришь, где идет толпа, ты сворачиваешь там, где пусто, пришел там толпа. Откуда? Да, было такое. Идем, короче. Я еще как-то пахну, у меня такого вроде весной. А я не чувствую. Но заложим. Короче, решили гулять здесь, выбрали какой-то маршрут странный, пойдем еще через какие-то частные дома. Пойдемся. Мы снимаем влог. Он снимается, ребята, вот так. Кто не знал, что влог снимается вот так, просто. Не надо никаких вам вставок, ничего. Вот, просто берете камеру и просто снимаете, что вы делаете. Мы идем по помойке, бежит с нами, бегу. Погода прекрасная. Вот вы, ребята, влог. Типа, ну, это мы просто начали обсуждать, как люди пытаются снять влог. Называю это влогом. Я понимаю, что влог – это, типа, видео-влог, но все равно. Сейчас же влоги – это считается, типа, а-ля лайфстайл. Вот, как бы так. То, что мы начали сейчас что-то, подняли тему влогов, и как люди снимают влоги, называют, типа, «О, я снимаю влог». И там, знаете, большую частью он сидит перед камерой и что-то рассказывает, а потом делает 2-3 ставки, как он вышел на улицу, на секундный, да. Так я даже иногда вставки не делаю. Просто я это рассказываю, а потом вечером и снова рассказываю в той же локации, где-то влог. Просто, потому что без освещения будет михияжа. Ну, это наше такое представление влога. Может быть, именно неправильное? Может быть, как раз-таки у них все правильно. Ну, говорю, раньше было, типа, влог, это когда ты снимаешь видео. Просто, неважно, блоговое, не блоговое. Сейчас уже пошло разделение, что влог, это когда ты ходишь, там, снимаешь что-то, просто показываешь какие-то моменты из жизни, а влог, это когда ты садишься на определенную тему, начинаешь рассуждать, что-то рассказываешь, а это уже блоговое видео. Я же прав? Вот. Потому что у меня влог, у Леры, по большей части, блоги. Сейчас у меня был читательский, неделя чтения, точнее, это был влог. Это было влоговое видео. Ну, смешанное с блогом, потому что она рассказывала. Ну, в общем, это идет как в разряды влога. Согласна? Конечно. Ну, вот. Поэтому, потому что поднялись и про то, как люди, ну, не умеют снимать влоги. Не в плане того, что они не умеют снимать, а не умеют, не понимают, что это такое. Да. Вот. Вот вам кусочек для влога. Так, ребят, короче, идем и тут с Лерой обсуждаем книгоблогеров. Ну, кто там уже не снимает, кто снимает, кто скатился, кто не скатился. Ну, просто общие подряд темы. Короче, напишите в комментариях топ-5 своих любимых книгоблогеров. Леру не обязательно писать на первом месте. Если она у вас на десятом, то вообще не пишите в списке. То есть это не нужно. Ну, просто, типа, кто вас как. Просто там для своей какой-то статистики интересно, кого сейчас смотрят. Сходится. Кто реально нравится. Да, реально. Не важно, большой это канал, маленький. Не обязательно писать. Если, например, там кто-то миллион имеет подписчиков, значит, он лучше. Нет, именно кто для вас. Он может быть иметь и одного подписчика у вас, но он будет для вас самым лучшим. Типа, просто напишите, просто интересно посмотреть. Вот. А то просто как-то за год я, например, не следил вообще за книгоблогерами, вообще как-то выпал из всего этого. То есть, ну, как бы следил за теми, с кем, грубо говоря, мы общаемся. Теми еще как-то более-менее там на слуху, потому что, ну, относительно мы с ними общаемся, мы их видим, то есть, как-то следим. И то я многих даже видео не смотрел. Когда мне Лера сейчас рассказывает, например, про кого-то блогера, я даже не могу вспомнить, кто это, а потом мне напоминает. Я думаю, что у них каналы вообще перекрутились и стали снимать у меня вот год назад, я помню, блогеров, и для меня они такие остались, те же топы остались. Хотя сейчас многие даже, да, уже некоторые, говорят, и не снимают некоторые, или там у них какие-то очень долгие какие-то задержки. Напишите свой топ под комментариями. Ну, топ-5, топ-3, ну, 5 просто легче как-то так ориентироваться. Три тоже. Напишите. Будет интересно подсчитать, что для вас там топовый сейчас на Буктюбе. А кто-то проснулся такой. Солнышко, ой, яркое солнышко. Все, семейство жуков дома. Будем сейчас заниматься в основном домашними делами. Тебя надо раздеть. Все, здесь, армейшко, врачные раздели. И шо? Мама! Что ты кричишь? Мама услышал? Привет! Кажи, мам, раздевай, что-то. Как его? Шинуля. Тебя надо раздевать? Скажи, надо. Оп! Шинуля наш. Всем привет. Меня зовут Лера. Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Какая потепла. И шо? Кто будет мыть-то, и шо? Отец наш. Ага. Это, если что, Женя, про мясо. Слое. Тебе весело? Человечесе в капюшоне. Давай, ладушки. Ладушки, ладушки. Где были? У бабушки. Давай. Ладушки, ладушки. Мусор ты не выкинула. Этот? Нет, я все остальное выкинула. Забылся. Ладушки, ладушки. Мы для твоего канала видео вообще-то снимаем. Ну вот, пускай все знают, что и мусор не выкинуло, кровь потекла. Давай по столу постучу. Да вот так ты умеешь тучать. Вот так. Молодец. Молодец. Привет. Красота моя. Хватит мне взбивать всякого логистка видео. Вот так вот это происходит, Яромирчик. Ты же так расцарапываешься в щеку. Мама, ты скажи еще раз, мама. Мама, мама, скажи, мама. Нет, скажи, ладно. Пожалуйста. Ты играешься тут с домиком? На домике? Да. Тебе к домику садили. Что, мама пошла проверять папин текст в Минздрав? Написал я текст, чтобы меня проконсультировали, но пытаюсь еще и дозвониться. Но текст я он написал. Хоть так, может быть, в ближайшее время ответит. Лера прошла проверять ошибки и вообще написание. А что дать тебе? Что дать? Ну да. Так, да. И мне тоже времяwait. Спасибо. 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 и раме разговаривает по телефону юра мерчика что тут делаешь я потому что балуешься лишь бы не спать да не хочешь стать но это вкуснее перекушу немножко что ребята тут я привезла эра мирчика пошла расстилаться я думаю будем прощаться ну вот такой влог у нас обо всем и не о чем что снимать тебя но снимаю ну эра мирчик короче отвлекает все ребят короче на сегодня это все говори пока 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 говори пока 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 учит завис короче эра мирчик говорит он пока и я вам говорю уже пока